Невероятная декабрьская погода радует истринцев весенним теплом, но зима есть зима и не стоит забывать о собственном здоровье. Еженедельно к нам обращаются порядка 700 человек с диагнозом ОРВИ. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа у нас пока не зарегистрировано. ОРВИ и острореспираторные вирусные инфекции – это группа заболеваний, которые различны природы. То есть здесь и вирус гриппа, и вирус парагриппа, и риносенциальный вирус, и другие совершенно различные группы вирусов, которые схожи примерно по симптоматике и достаточно легко распространяются воздушно-капельным путем. Но больше всего, конечно, мы боимся вируса гриппа, потому что чем он опасен? Он вызывает тяжелые осложнения у таких категорий людей, как лица старше 65 лет, дети до года, дети младшей возрастной группы и различные люди любого возраста с хронической патологией. На данный момент эпид-порог заболевших превышен только в одной возрастной группе – дети от 3 до 6 лет. Да и то ненамного, всего на 8%. Если вы все же заболели, то обратитесь к врачу. Он поможет вам выздороветь быстрее и не нанести дополнительный вред здоровью. При первых признаках заболеваний, таких как повышение температуры, общая слабость, недомогание, разбитость, появление насморка, кашля, как правило, безполагательно нужно начать лечение, зачастую это в домашних условиях, потому как симптоматика нарастает не только в утреннем числе, но и в вечернее время. Но есть ли по возможности обратиться к врачу все-таки при высоких цифрах температуры, а также при выраженных симптомах интоксикации. Основными методами лечения являются дезинфекционные мероприятия. Они направлены на снижение интоксикации, тем самым на улучшение общего массового чувства. Это обильное питье, это прием поливитаминов. В любом случае самолечением длительно заниматься не стоит, потому как острая спраторная вирусная инфекция, в том числе и грипп, опасна своими осложнениями. Развитие осложнений, как правило, может возникнуть не только на третьих-пятых сутках заболевания, но и в начале болезни. При контакте с теми больными, которые уже имеют яркую клиническую симптоматику, как правило, нужно пройти профилактическое лечение. Здесь есть средства прямого воздействия на вирус, а также есть средства опосредованного действия по типу иммуномодуляторов. В профилактике лечения ОРВИ является своевременное обращение к медицинскому специалисту. Те люди помогут не только оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь, но и препятствовать развитию опасных осложнений, которые могут привести к угрозе непосредственно жизни человека. Будьте здоровы!